Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 28. Вопрос 3979. «Есть ли что еще для исследователей происшедшего объединения, что достойно внимания всем желающим спасения души своей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Из многих тысяч ответов на этот вопрос беру только один. Лично я вижу, что никто и нигде ни разу не коснулся по-настоящему всей глубины распада, разделения и мнимого восстановления и якобы воскрешения тела Российского и Русской Православной Церкви. Никто не согласовывает свои действия с тем, что говорят нам о том пророки и апостолы. Хотя бы одну книгу «Деяния апостолов» перечитали, и все выглядело бы по-иному. Доколе не будет исполнения Духом Святым, доколе не облекутся силой благодати благовестники, до тех пор так и будут бредить симфонии Церкви и Государства. Нужна всемирная и всеми проводимая в жизнь заповедь Иисуса идти в мир и проповедовать Евангелие. Объединение двух частей Русской Православной Церкви уже становится историей, подобно тому, как стало историей разделения этих частей. Однако история разделения, начиная со съезда в царемских Карловцах и декларации митрополита Сергия 1927 года, уже слишком широко известна. А вот история воссоединения еще требует самого пристального внимания и изучения. Цитата. 17 мая, в день Вознесения Господня в Храме Христа Спасителя, состоялся последний символический шаг. Подписание акта о воссоединении и прошло первое совместное богослужение первоиерархов Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей. 19 по новому стилю 6 мая 2007 года, в день рождения последнего российского императора, царя-мученика Николая II, состоялось не менее важное в символическом плане освящение храма и совместное богослужение иерархов РПЦ и РПЦЗ на Бутовском полигоне, где в 1937-38 годах были казнены сотни новомучеников и исповедников. У строителей Русской Церкви за границей, митрополиты Антони Храповицкий и Анастасий Грибановский, всегда подчеркивали ее временный характер до устранения безбожной власти в России. Теперь уже известно, что безбожная власть начала самоустраняться ровно через 70 лет после своего прихода. Указом Полютбюро от 8 ноября 1987 года, который был исполнен уже 17 ноября, все сохранившиеся монастырские постройки и оптиной пустыни были возвращены Русской Православной Церкви. Почти сразу началось восстановление монастыря и менее чем через год в Оптиной возобновилось богослужение. Это был первый подобный прецедент. Советская власть все время своего существования вела последовательную войну с монастырями как центрами православия. Принимавшие это решение в дни 70-летия Октябрьской революции, члены Полютбюро, скорее всего, даже не подозревали ни о масштабах последствий этого решения, ни о символизме чисел. Между тем, невидимая рука уже выводила церковь из 70-летнего Вавилонского плена. Иногда история разворачивается стремительно, иногда словно бы замедляет свой ход. В нашем случае понадобилось еще долгих 20 лет для того, чтобы факт изменения отношений между Православной Церковью и правящей в России властью принял форму акта о каноническом общении двух частей Русской Церкви. До Второй мировой войны на разделение церкви по обе стороны железного занавеса смотрели преимущественно как на трагическое и временное. Вызванное войной восстановление Московского Патриархата и открытие православных храмов на территории СССР питали самые широкие иллюзии и надежды. Однако, начавшаяся вслед за горячей холодная война с ее периодическими странными оттепелями окончательно заморозила разделение русского православного народа. Либерализация политического режима в СССР сопровождалась новым закрытием храмов, осквернением святынь, да еще и новой бедой – участием Русской Православной Церкви в оккуменическом движении, что и стало третьим пунктом главного обвинения, предъявляемого зарубежниками Московскому Патриархату. Причем предъявляемого до сих пор. Первыми двумя были, как известно, непочитание новомучеников и так называемое сергианство – соглашательство с безбожной властью. Нет ничего удивительного в том, что в эпоху Холодной войны Запад использовал свободную часть Русской Церкви против СССР, ведь требования зарубежной церкви были совершенно справедливыми и находили отзвук в душах верующих по обе стороны границы. В 1965 году третий перво-иерарх РПЦЗ, митрополит Филарет Вознесенский, обнародовал свое послание, которое содержало в себе известные 16 пунктов, объяснявшие, почему и до каких пор РПЦЗ будет непримиримо к РПЦ. Некоторые пункты касались сергианства. Московская патриархия, по мнению владыки, должна была исправить вину митрополита Сергия и признать факт, существующих в настоящем и прошлом гонений на церковь, священники и иерархи МП должны были прекратить агитацию за советскую власть. В других пунктах говорилось о закрытых, оскверненных храмах. Факт разрушения и осквернения храмов должен быть церковью признан, разрушенные святыни восстановлены, конкретно упоминалось недавно, к моменту выступления, разгромленная Почаевская лавра. Остальные пункты преимущественно касались нарушаемых в СССР прав священнослужителей, мирян, родителей и детей. Особо была упомянута свобода творчества. Доколе не будет дана свобода мысли, слова, действия и выбора не только каждому верующему, но и каждому гражданину Советского Союза в первую голову писателям и людям творческой мысли, с которыми безбожная власть ведет сейчас особенно ожесточенную борьбу недопустимыми средствами. Если остальные пункты все же касались жизни верующих и церкви, то это требование было уже чисто политическим. Как, собственно, и все противостояние в целом приняло в годы войны астрополитический характер. В 1991 году власть официально провозглашавшая безбожие пало. Тогда же, поскольку главное условие основателей РПЦЗ было соблюдено, святейший патриарх Алексий сделал первое предложение о воссоединении, но не был услышан. В РПЦЗ временно возобладал другой подход. Прийти в отравленную советизмом страну с неким подобием апостольской миссии создать сеть параллельных приходов. Однако, как справедливо отметил церковный публицист Кирилл Фролов, вместо ревнителей православия в эту сеть за редким исключением пошли лица, ищущие заграничных контактов, поссорившиеся со своими епископами или профессиональные диссиденты, для которых борьба с московским патриархатом превратилась в сама цель. С 1990 года в России начали открываться параллельные приходы. Это вылилось в итоге в проблемы для всего русского православия. Воспользовавшись поддержкой русских эмигрантов, перебежчики ушли и от зарубежной церкви, организовав совсем уж экзотические, сверхправославные, в кавычках, группы, состоящие из десятка человек, считающих себя последними православными на планете Земля. У многих зарубежных клириков и мирян есть сознание полной самодостаточности русской зарубежной церкви и даже ее уникальности в отношении догматической и канонической верности православию. Однако все эти зримые перемены не могли сподвигнуть зарубежную часть русской церкви на ответные шаги, пока ею руководил митрополит Виталий, сама биография которого как зеркало отражала историю 20 века. Митрополит Виталий, в миру Ростислав Петрович Устинов, родился в Санкт-Петербурге в 1910 году в семье офицера Черноморского флота и дочери жандармского генерала. В 1920 году, во время Гражданской войны в России, был определен в корпус, основанный в Феодосии генералом Врангелем. При отступлении Белой армии и в связи с этим эвакуацией корпуса молодой Ростислав попал в Константинополь, а оттуда переехал в Югославию, где учился в кадетском корпусе в Белой армии. Затем были Константинополь и Париж. Военная служба, потом решение уйти из мира. В 1938 году он поступил в монастырь преподобного Иова Почаевского на Карпатах. Там в 1939 году трудник Ростислав был пострижен в Рясофор с именем Виталия, а через год в Малую схему. Вскоре ему придется покинуть обитель ввиду приближавшейся Красной армии. После миссия среди пленных и беженцев и десятилетия служения в разных точках русского рассеяния. В 1986 году, когда в СССР был объявлен курс на ускорение, митрополит Виталий стал четвертым первоиерархом РПЦЗ. Если вдуматься, все политические катаклизмы минувшего столетия с их подчас прямо противоположным содержанием и смыслом неизменно приводили к новым разделениям русского народа. Так было и в 1917, 1920, 1941, 1945 и в 1993-1993 годах. Но трагический 20 век завершился. Вместе с ним с 10 июля 2001 года отправился на покой и владыка Виталий. Обязанности первоиерарха РПЦЗ стал исполнять архиепископ Лавр, о котором было известно, что он является сторонником постепенного сближения РПЦЗ с Русской Православной Церковью. Бывая в России, он неофициально встречался и собеседовал с высшими иерархами Московского Патриархата, в том числе с Патриархом Алексием. Поэтому в преддверии внеочередного архиерейского собора РПЦЗ, 6 октября 2001 года Синод Русской Православной Церкви принял обращение к собратьям за границей, в котором выражалась надежда на упразднение горестного разделения чад Матери Церкви в России несущих со своими единоверными братьями в России. В послании говорилось, что изменения в жизни Церкви и российского общества свидетельствуют о том, что «ныне упразднились все те исторические причины, которые спровоцировали разделение». «Кровью сотен тысяч мучеников и исповедников был омыт лик земли русской, и наша страна выстрадала свое исцеление от тяжкой болезни. Свидетельствуя о церковном возрождении в России, ярким проявлением которого стало «прославление в лике святых великого сонно-новомучеников и исповедников российских, в том числе царственных страстотерпцев». Священный Синод констатировал «Однако лишь тогда станет полная наша радость, когда получит исцеление рана пагубного раскола в теле церкви русской. Печалью исполнены наши сердца от того, что мы с вами, братья, православно исповедуя единую веру, не можем причаститься от единой чаши и продолжаем находиться в плену исторически из житого разделения». 25 октября владыка Лавр был выбран первоиерархом РПЦЗ. Митрополит Виталий, присутствовавший на соборе, поздравил его, но сразу вслед за этим началась почти детективная история. Митрополит Виталий был едва ли не похищен прямо в заседание и увезен в канадский скит в Монсонвилле 28 октября. От его имени было распространено заявление, в котором отрицается решение Архиерейского собора РПЦЗ об избрании первоиерархом митрополита Лавра. В ответном официальном заявлении, которое сделала канцелярия Архиерейского синода РПЦЗ, сообщается, «В результате многолетних наблюдений, а также событий, предшествовавших Архиерейскому собору, епископы Русской Православной Церкви за границей пришли к выводу, что личный секретарь, митрополита Виталия, игнорируя его мнение, использует свое влияние на престарелого митрополита, которое равным образом губительна для него и опасна для всей Церкви». За 11 лет пребывания при первоиерархии РПЦЗ Людмила Роснянская, «постепенно сделала его полностью психологически зависимым от своих услуг». Для этой цели она, пользуясь болезненным состоянием митрополита Виталия, давала ему даже «сильно действующие наркотические вещества». Никакие уговоры архиереев удалить от себя эту женщину не действовали. «Утром третьего дня собора митрополит Виталий пришел в зал и приветствовал новоизбранного митрополита Лавра. Он также сказал, что передает ему всю полноту власти первоиерарха и приносит свои искренние поздравления. Он выразил уверенность в том, что все члены архиерейского собора примут это с верой и сохранят свою верность и в будущем». Митрополит Лавр поблагодарил митрополита Виталия за теплые слова и его прежнее служение, одновременно испрашивая его содействия и поддержки в делах управления. Митрополит Виталий заверил, что будет счастлив оказывать такую помощь. Затем неожиданно около синодального дома появилась Людмила Роснянская в сопровождении нескольких священников и светских лиц. Она потребовала выдать митрополита Виталия и для этой цели вызвала полицию. Полицейские, переговорив с митрополитом Виталием, заявили, что «он находится в хорошем состоянии и не был подвергнут никакому стеснению или принуждению». Они сообщили митрополиту Виталию, что его секретарь стоит на улице и желает видеть его. Цитата. «Митрополит, испуганный появлением полицейских, захотел увидеться с Людмилой Роснянской. Попытки архиереев убедить его не делать этого не увенчались успехом». Выйдя на улицу, митрополит был встречен вышеупомянутой группой людей. Они, цитата, «убедили митрополита немедленно покинуть Синод, не позволив даже собрать свои вещи, хотя он был в одном подрязнике». Полицейские, которые наблюдали за происходящим, выразили мнение, что, цитата, бывший секретарь Людмила Роснянская воспользовалась возбужденным состоянием митрополита и настояла на его отъезде. Люди, которые содействовали отъезду митрополита Виталия из Синодального дома перед интронизацией нового митрополита и соборного согласия епископов, говорится далее в заявлении Синуда, и используют это для распространения провокационных слухов и вовлечения митрополита Виталия, помимо его воли, в раскольнические действия. Так начался последний «большой» раскол в РПЦЗ. Кончина митрополита Виталия, последовавшая пять лет спустя, буквально через две недели после одобрения архиерейским синодом акта о каноническом общении с московским патриархатом была, как и многое в этой истории, символичной и лишила раскольников возможности прикрываться именем и авторитетом бывшего предстоятеля РПЦЗ. Совершенно очевидно, что здесь не обошлось без участия соответствующих служб США, страны, в которой проходил собор, и устами главы ГАЗДЭПа, которой московский патриархат после падения коммунизма объявлен главной угрозой демократии в России. То есть, налицо пресловутое сергианство, только с обратным знаком. Избрание митрополита Лавра промыслительным образом совпало с визитом в США, недавно избранного на свой первый срок президента России Владимира Путина. И Путин, хотя его положение главы светского государства никак к этому не обязывало, и со стороны это выглядело как непреднамеренный шаг, передал главе РПЦЗЗа границей приглашение посетить Россию. Именно политическая воля нашего президента, как бы вживую свидетельствовавшая о том, что сергианство, не более чем ушедший в прошлое миф, сыграло во многом решающую роль. Посредством многих, посвидетельством многих прихожан зарубежной церкви, они вдруг увидели, что на свете есть современное государство, которое возглавляет православный президент. В России можно услышать немало упреков в недостаточной православности ее руководству, однако из-за границы и стран реальной демократии все видится несколько иначе. Похоже, что часть руководства эмирян РПЦЗ этим приглашением словно была застегнута врасплох. Секретарь архиерейского синода РПЦЗ в Нью-Йорке векарный епископ Гавриил озвучил линию постепенства, суть которой в том, что объединяться, конечно, надо, но не нужно с этим торопиться. Вопрос слишком серьезен. Пусть пройдет год, два, пять лет. Не стоит вообще говорить о конкретных сроках. Разговоры о якобы скором объединении с московским патриархатом владыка Гавриил назвал преждевременными. Вопрос о поездке в Москву для переговоров по этой проблеме главы РПЦЗ митрополита Лавра не обсуждается. Прежде его надо согласовать на уровне синода. Дескать, приглашение главе РПЦЗ посетить Россию не было официальным. Это был просто вежливый ответ на приглашение посетить наши храмы. Поначалу складывалось впечатление, что линия постепенства возобладает, поскольку для многих живущих в зарубежье людей, ничего не знающих о том, что происходит в России, позиция владыки Гавриила оказалась убедительной и обоснованной. Постепенство фактически на время заморозило начавшееся потепление в отношениях РПЦ и РПЦЗ. Созданные решением обоих синодов в 2000 году комиссии по объединению работали формально. Ясно, что в таком режиме они могли обсуждать проблемы сергианства и экуминизма вплоть до второго пришествия без каких-либо видимых результатов. Потребовалось повторное приглашение Владимира Путина, которое уже никак нельзя было назвать неофициальным и проигнорировать. 24 сентября 2003 года президент, находясь в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке, заявил, что придает большое значение диалогу с РПЦ за границей и от своего имени и от имени патриарха Московского и всей Руси Алексия пригласил главу зарубежной церкви митрополита Лавра посетить Россию. Это приглашение и стало историческим прорывом. Уже в ноябре того же года начался визит официальной делегации РПЦ за границей в Россию. В состав делегации, которую возглавили архиепископ Берлинский и Германский Марк, пламенный сторонник и активный участник воссоединения, вошли также архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский Иларион, епископ Сан-Франциский и Западноамериканский Кирилл, а также Протеерия Николай Артемов и Петр Холодный. Их задачей была подготовка официального визита митрополита Лавра, который состоялся в мае 2004 года и оказался очень успешным. Между святейшим патриархом и митрополитом Лавром сложились теплые братские отношения. Делегация зарубежной церкви побывала помимо Москвы, в Сергиеве-Посаде, Курске, Дивееве, Екатеринбурге и Алапаевске. Везде им оказывали торжественный и в то же время радушный прием. Везде была возможность помолиться у святынь. После поездки по России делегацию ждали приемы у патриарха и президента. На последнем Путин произнес важные слова, фактически объясняющие, почему глава России вообще проявил такое участие в этом церковном вопросе, находящемся, казалось бы, вне сферы его компетенции. Он сказал, «Для нас процесс сближения двух частей Русской Православной Церкви значит больше, нежели просто решение внутрицерковной проблемы. Это символ возрождения России и единства русского народа». Фактически 17 мая 2007 года в день Вознесения Господня состоялось впервые за долгие десятилетия, если не века, торжество симфонии церкви и государства. А на малом отрезке истории предпринята безусловно героическая попытка остановить апостасию, собрать воедино в духе рассеянных по всему свету русских людей. В последние десятилетия, а на самом деле века, как уже отмечалось выше, прошли для России под знаком разделения. А нам известно, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Матфея 12-25 Мир привык к русскому разделению и, похоже, уже не ждет от нас ничего. Неуспех в деле объединения только лишний раз продемонстрировал бы миру, что русские больше ни на что, кроме раздоров, не способны. Однако, пастыри русской церкви думают и видят иначе. Накануне поездки в Россию митрополит Лавр дал интервью газете «Русский вестник», в котором выразил твердую надежду. И вот, когда рухнут между людьми все выдуманные преграды, недоверия, подозрительности, наговоры, клеветы, когда все люди доброй воли объединят свои усилия, тогда верою сбудутся пророчества преподобного Серафима Саровского и святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского восстанет Святая Русь хотя бы на короткое время. Думаю, что воссоединение двух частей Русской Церкви ускорит полное и окончательное возрождение России. Православная Россия займет положенное ей место в семье народов и, быть может, даже восстановит и политическое и нравственное равновесие во всем мире. Затем была поездка. Затем интенсивная работа встречных комиссий, участие делегации зарубежной церкви в перезахоронении праха Ильина и А. Деникина. Подготовка к четвертому всезарубежному собору, на котором совершенно определенные силы готовились сорвать дело объединения. Положительное решение собора. Затем уже упомянутый архиерейский синод РПЦЗ. И, наконец, в ноябре 2006 года публикуется акт о каноническом общении. Оставалось лишь торжественное подписание акта. Теперь произошло и это. Разумеется, подписание акта не будет означать автоматического единства всех русских и, может быть, даже породит какие-то новые разделения. Многие будут преуменьшать значение этого события, ссылаясь на то, что, цитата, не вся зарубежная церковь пошла на воссоединение, еще на какие-то детали и обстоятельства. На самом деле тут все просто. Есть те, кто хочет в новом веке быть вместе с Россией и есть те, кто не хочет этого. Одним мы раскрываем братские объятия, другим говорим идите с миром. Но все же смею сказать, не это важно. Важно, что случилось настоящее чудо. В мире, где по причине умножения беззакония охладевает любовь, явлен пример настоящей евангельской любви и единения. Разрубленное на куски тело русского народа, пролежавшее 80 лет в обмороке, в красном сне внезапно начало срастаться. Задан иной вектор истории, связь с предками восстановлена, протянута еще одна нить по ту сторону рокового рубежа в царскую Россию. Трудно разглядеть сегодня все последствия этого эпохального события. Ясно одно, мы уже не будем такими, как раньше. Прочищаясь из одной чаши, мы все изменимся, и мы теперь уже не уйдем просто так из истории. Конец цитаты. Иов 21 16 Видишь счастье их не от их рук. Совет нечестивых будь далек от меня. Притчи 8 14 У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Откровение 3 18 Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Из полохов доходят отголоски, от взрывов где-то катастроф, аварий, жил-был и вычеркнут, как будто бы со злостью, так с крепостными расправлялся барин. Вот так же падали пронзенные мечами на поле брани, им бы только жить, мы и теперь нередко подмечаем, закладывая жизнь не этим виражи. Но почему на этих выпал жребий, расстаться вырванным одним моментом, похоже на игру, где лишним третий и вместо разлюбесности концовку встретим. Стрела случайная целуется сахавом, царем израильским на жарком поле брани, подножку ставит лиходей нахально, ни для кого нет от того гарантии. Вот я и спрашиваю мысленно себя, переадресовывая свой вопрос все выше, вопросы безответные, томительно свербят, лишь совершенно пьяных это не колышет. Пьянчушка, вор, завзятый проходимец, в снегу валяется, но выжил, не замерз, и на труды такого не поднимешь, а он смердит средь чада папирос, как верующий твердо, в том я убежден, бог самовластного все творит, бог самовластно все творит и правит, каким мужьям, каких подставить жен, к нам в пироги, какой подсыпать гравий, все разнаряженное вылупиться в срок, успеть заплыть сплошное раскаяние, играя с жизнью, не сыграть бы в гроб, попятиться бы вовремя от ямы, из слухов о несчастье вызволить урок, не на меня обвал непоправимый, к нам информация стучится между строк, еще разок беда проскочит мимо. 28 мая 2008 год Игнатий Лапкин Гравий